Здравствуйте, нет, мне не нужно вводных, всё отлично, у нас в гостях Каби. Здравствуйте. Привет. Ты хотел взять мой микрофон, я видел. Нет, неправда. Я смотрел... У тебя рука дёргалась. Я смотрел стримы по Лолу и там никогда не дают интервью, там обычно спрашивают, а можно подержать микрофон? Нет. Это первое правило типа профессионального интервьюера, чтобы контроль у него был за интервью. Потому что все любят, наверное, махать ещё рукой, да? Ну и разный уровень, и надо контролировать, когда всё-таки задавать вопрос, когда не задавать, вот такого, чтобы не было. Ну, все Каби знают, кто не знает, тот как бы ну баз, закрывайте и, в общем, крестик справа, как говорится. Чем ты сейчас занимаешься? Нет, не в данный момент конкретно, сейчас-то понятно. В принципе, вот в киберспорте сейчас ты где? Ну, у меня есть немножко разная деятельность. Я стримлю вместе с Алексом для Старладдера, Старкрафт 2 и немножечко Старкрафта 1. Я занимаюсь немножко гострейтингом в таком бизнес-сфере с киберспортом. Ну, то есть... Что это такое гострейтинг? Я сильно помогаю со статьями для организации, которая хочет писать для бизнеса и работать с бизнесом. То есть, я, по сути, финализирую тексты, которые выходят под другим именем, но, само собой, делаю их точно по заданию. То есть, экономлю очень много чьего-то времени. Тематика какая? Киберспорт? Ну, бизнес в киберспорте, там интеграция, реклама. Для агентства или для издательств типа РБК, каких-то бизнесов? Ну, для агентства, которые публикуются в издательствах типа РБК. Ну, и на нескольких порталах я фигурирую как главный редактор и там эпизодический автор. То есть, у меня три основные должности, которые... Скромненько. Некоторое количество порталов, где я главный редактор. На каких? Ну, это просто не порталы уровня goodgame.ru. Я про то, что, ну, какие... Да, у нас есть портал battlenation.ru, который пишет только про игры Blizzard уже довольно давно. Он там загнулся сам по себе, потом его взяли под крыло ребята, занимающиеся кучей разных проектов. Я не очень понимаю, как он работает финансово, но я несколько раз спрашивал. Мне сказали, все норм, ребят, у вас есть нормы? Да. Ну, собственно, в сумме складывается то, что я закончил продавать унитазы, а сел дома за компом и могу. Ты продавал унитазы? Очень долго, лучше, чем Вилат. Но его же быстро уволили оттуда, я долго продержался. Прекрасно. Унитаз не нужен? Я вот думал, нам как раз нужен унитаз новый. Вот, чтобы не соврать. Жень! Женечка! А в чате, кстати, очень часто пишут... Нам надо нужен новый унитаз, скажи, вот, а то думают, что я в руках. Что нам? Нам нужен новый унитаз. Это все время такая тема, знаешь? Да, да, вчера соседка пришла, возмущалась, нам придется менять, да. А к чему это? Вот-вот, казалось бы. Это старая шутка, да. Спасибо, Женя. Окей. В этот раз это на самом деле. Потому что каждый раз, когда в чате пишут Каби, я делаю ремонт, посоветую унитаз. И ты сидишь, потому что, ну, типа, я не тот чел, который, знаешь, ну, там, да. То есть, я хочу помочь, но ты никогда не знаешь. Вдруг это очень тонко. К своему стыду, я не смотрю Twitch, поэтому я пропустил тот момент, когда вы стали с Алексом вместе комментировать, ну, видимо, на регулярной более-менее основе, второй StarCraft. Когда это произошло? А-а-а! Да. Я, кажется, помню это видео. Еще, да, у вас еще по темпу речи было очень похоже, и некоторые люди путались, кто говорит сейчас. Было такое? Ну, это, наверное, в самом начале, когда Алекс только начинал работать, и у него голос был такой же медленный, как у меня, но потом он пошел немножко другим эмоциональным путем, да, и теперь нас перепутать сложно, наверное. А на турнире? Ты же не просто так пришел. Ты же играл? Да, я, ну, как, я пришел как игрок, то есть не просто смотреть. И я сыграл, да, проиграл в Венерах, SPX, одному из лидеров. Потом в лузерах прошел один тур несильного соперника и проиграл такому протасу выше среднего. То есть в итоге я, ну, так и ставил себе цель, что будет хорошо, если я один матч выиграю. Скорее всего, в лузерах. Ну, в итоге так и получилось. Ну, и плюс я еще сыграл пару классных кастомок на лане с ЗВТ, муталисками, помикриц. Старые добрые времена. Кого из присутствующих, наверняка здесь много твоих старых знакомых, ты был рад особенно увидеть? Not for you, наверное. Потому что для меня это особый знаковый игрок. Если бы не он, может быть, я бы и стримером никогда не стал. И Старкрафтом даже не заинтересовался, потому что мне казалось, что это какая-то имбалансная игра, где за зергов, например, нельзя выигрывать у Терана. Ну, а потом он записал свои вводы, широко знаменитые в узких кругах, и открыл. В свое время Асмада и Дилвиш открыли мультиплеер. А это для меня была такая вторая ступенька. То есть я понял, что, блин, даже в 2007-2008 году стоит. А именно как он подавал материал, ну, так мне захотелось сначала видео по Квейку записать, а потом по Старкрафту. Ну, и я был очень рад его здесь увидеть, потому что он до сих пор играет и круто играет. Он, ну, наверное, не претендует. Тут все-таки три корейца. Очень специально. В Пупку очень много играет. Да, для меня это тоже было удивление. Я могу понять себя, что, ну, как бы, деградация, возраст, все дела, но, видимо, я не один такой больной. Играешь в PUBG? Слушай, нет. Но я играю в Quake. Не-не-не-не, не стоит сравнивать. Это что? Quake – это игра святая, PUBG – это мусор. Не, ну, я понимаю, да. Просто дело в том, что когда у меня есть время поиграть не в Старкрафт, а поиграть в экшен, я запускаю Quake. Ну, а время-то не резиновое. То есть это, если бы у меня была еще одна жизнь, да, то тогда простоквашено. Ну, а так? Ну, какие ты стримы планируешь, может быть, самостоятельно делать в ближайшее время? Не в паре, а самостоятельно? Ну, у нас есть довольно уникальный формат. Вообще, все, что касается первого Старкрафта, я делаю только в соло, потому что Алексу он совсем не интересен. Вот. И Африка ТВ, поскольку мы их партнеры, мы официально стримим там для небольшого количества зрителей, потом для большого выкладываем на YouTube уже с правами. И они предоставляют нам в том числе реплеи с ASL, которые, конечно, запрещено выкладывать, но по ним можно проводить трансляции. И поэтому у нас будет, у меня будет пара эфиров с лучшими играми с прошедшего сезона Корейской Старлиги. Вот. Ну, это такая главная программа. Ну, а остальные, это все-таки парные на этот год ивенты. Кроме Quake и Старкрафта, ты не играешь в другие игрушки? Ну, не в киберспортивные, да. То есть я... Все равно интересно. Я где-то раз в год обычно. То есть вообще сначала я, как все смертные, в каждой распродаже Steam оставлял по 500-600 рублей. Однажды я понял, что да, уфотом, которое я видел много раз стримил Майкер, то есть игра, видимо, крутая, я что-то так и не поставил. И тогда я понял, что все, надо один раз в год, на Новый год, брать себе паузу от мультиплеера и играть в какую-то игру, пока не надоест. Я так все-таки прошел Skyrim там однажды. Deus Ex не зацепил последний. Я тоже предпоследний, правда, был хорошим. Вот его я прошел. И пока я не знаю, что буду проходить в этом году. Могу порекомендовать, если вдруг ты пропустил Ведьмака, если тебе Skyrim понравился, то в Ведьмака можно погрузиться очень хорошо. Два идончика, великолепная музыка, великолепная графика. Да, я думал об этом. У меня, правда, куплены только первые две, и я так понимаю, что это уже поздняк. Начинай сразу с третьей, все будет хорошо. Волшебная игра. Ну, я думаю, что да, вполне. Особенно, если подрязать час уже, наверное, год-то подходящий, чтобы там скидочка нормальная. Ну, и напоследок, напоследок всем тем, кто там, скажи, что хочешь. Наверное, я бы хотел, чтобы больше людей были не там, а здесь. Это моя очень любимая тема, на которой я заканчиваю очень многие стримы. Потому что мне кажется, что очень важно не бояться там проиграть и не отсиживаться дома, а смело. Как бы вот я обычный чел, у меня там 1450 ММР и самый высокий винрейт за зерго 50% ровно. И как бы я пришел, там, сыграл с несколькими крутыми ребятами, кому-то проиграл, у кого-то выиграл. Но очень важно, мне кажется, понимать, что дело не в том, что ты не можешь кого-то там обыграть. Потому что да, в какой-то момент ты понимаешь, блин, ну я там флеша не обыграю, надфую не обыграю. Но всегда есть один чел, которого ты можешь победить. Это ты сам. И надо стараться подготовиться к турниру так, как ты можешь. Изучить карты так, как ты можешь. Подумать, какие ты сыграешь стратегии. И это все равно в чем-то тебя сделает лучше. И надо просто собраться и прийти. Я понимаю, что кто-то живет очень далеко, и это дорого. Но если вы в Москве, и вы сидите дома, то я думаю, что вы упускаете очень большой потенциал для личностного роста. Спасибо большое за интервью. Тебя сейчас с руками и ногами утащат Баби Мэджик. Я на стрим. Спасибо.